Представляем вам соперников и первые бойца в синем углу. Introducing to your first fighting out of the blue corner. Ему 30 лет, его рост 195 сантиметров, а вес 118,55 килограмма. Его профессиональный рекорд 15 побед, 4 поражения. Дамы и господа, из Череповца, Россия, приветствуйте, Антон, Череповец, Giant, Газики. И его замерник в красном углу клетки. And his opponent, across the cage, fighting out of the red corner. Бойцу 37 лет, его рост 185 сантиметров, а вес 120,65 килограмма. Профессиональный рекорд 16 побед, 7 поражений. Дамы и господа, он бывший чемпион мира ACA в тяжелом весе. Лейдзе-челлен, его former ACA heavyweight champion of the world, representing Nashville, Tennessee, United States. Here is Tony Hall Johnson. And your referee in charge, Дмитрий Валуевич. Дмитрий Валуевич. Визигин при этом еще и дебютирует в лиге ACA. Готов. Так, смотрим, победитель выходит на чемпиона Евгения Гончарова. Да, здесь ожидается невероятно жесткий поединок. И вы видите сейчас, как настроен Антон Визигин. Хлещет по ближней ноге. Есть разница в росте, есть разница в антропометрические показателя. Насколько они зарешают, вот это сейчас основной вопрос. Да, будут вот эти правые через руку обязательно от Тони Джонсона будут длинные джебы от Антона Визигина. А вот что окажется лучше, мы сейчас посмотрим. Так, готовит свой правый оверхенд в очередной раз Тони Джонсон. И еще один лоу-кик хочет отбить бедро Антон Визигин сопернику. Грамотно поддавливает американский боец. Да, минимум передвижения, максимум прицеливания. И еще один удар. Вперед, вперед, вперед. При этом Тони Джонсон ничего не боится. Готов он рисковать. И здесь очень опасный размен. Да, два нокаутера. Сейчас перед КСЕ. И ставки очень высокие. Напоминаю, что призовой фонд Гран-при в каждой весовой категории 1 миллион долларов. Здесь никакой вальяжности себе не допускает. В общем-то Тони Джонсон иногда раньше руки подотпускал. А здесь все ровно возле челюсти. Ух ты! Опаснейший размен. И еще один лоу-кик от Визигина. Идет в борьбу Тони Джонсон. Много ли силы сейчас будет потрачено для того, чтобы перевести Визигина? Вот так вот. Забирает спину. Похоже, Тони Джонсон грузит всей массой. Насколько быстро работает Тони. В хорошей форме. Оказался перед этим поединком. Ничего не скажет. Защита от Тони Визигина. И все-таки заберется ли за спину? Да. И пытается даже сразу левую ногу заправить. Правую пока не представляется возможным. Но встает Антон. После большим трудом это два бойца, которые прям на флажке, да, влезают. 120. 12 на 8, кстати говоря, по ударам в пользу Антона. Это пока. Подзабились. Чуть подзалились, парни. И сейчас вот ошибок как раз-таки может побольше быть. По корпусу не достал. Низковато держит руки Антон Визигин, кстати. Это чревато очень. Здорово. Но там по блоку в большей степени. Тони Джонсон относится к такому разряду бойцов, которые очень здорово прячут свой нокаутирующий удар. Ну и скорость, безусловно, у Тони Джонсона очень хорошая. Джеб от Антона. И по-прежнему давление от Тони. Менее двух минут до конца первого раунда. Их, конечно, может быть пять. Наверится в это с трудом. И еще одно попадание. Да. Тяжеловато дышит Визигин. Ответная атака. Правая прямая от него. Продолжает работать по ближней ноге. С внутренней стороны и с внешней. Использовать дистанцию. Все верно от Антона. Ну и встречный джеб уже от Тони Джонсона. И правой через руку. Попадает Тони. Ничего себе. Все правильно со стороны Джонсона. Никуда не надо спешить. Никуда не надо торопиться. Визигин здорово работает. Но пока в скорости немножко есть допущение. Джеб от Визигина зашел. Аперкот. Начинает рисковать Антон. И не всегда у него руки на уровне. Тянулся явно за этим апперкотом. Очень длинный он был здесь. Размер. Отседает здесь Антон Визигин. Сейчас отбрасывает ноги Тони Джонсон. Заскакивает за спину. Но пока еще к нокауту все приближается. Молотит просто без устали Тони Джонсон. Дмитрий Волуевич готов уже остановить оборону. Это близка к пассивной. Но нет. Встает. Встает Антон Визигин. Вау. Череповецкий гигант превращается в птицу Феникс. Вот это да. Там уже устал и потратился здорово Тони. Да. Думал уже наверное все. Победа в кармане. Но ничего подобного. Летит вперед Антон. Но тяжелее. Конечно тяжелее. Никуда не уходят вот эти удары, которые пришлось принять на себя. Скорость еще меньше. Руки еще больше заливаются. И сейчас начнутся последние секунды первого раунда, который забирает Тони Джонсон. Ну что ж, пока все. Ваша поддержка Питер! Питер! Пиод! Питер! Питер! Субтитры сделал DimaTorzok Капа на месте. Покажи мне капу, хорошо. Шаг назад сделай. Второй раунд. Раунд 2. Итак, второй раунд. Антон Визигин против Тони Джонсона. Вновь все то же самое. Здесь хороший хлесткий лоу-кик от Визигина. И вот так, загребая левой рукой, как раз ждет Джонсон. Либо прохода, либо попытки здесь ударить правой. Но... А вот там был удар ногой в голову, кстати говоря, нелегитимный. Но остановки не было. И включается здесь Антон Визигин. Идет вперед. Аккуратно. Аккуратно. Любопытно. Слева. Очень устал Антон. А передышит ли его Тони Джонсон? Неизвестно. Или попадет под этот каток справа. Бэкфит. И в последнее мгновение правую руку прям прилепил к своей челюсти Тони Джонсон. Да, ни в коем случае нельзя терять концентрацию. Ни в коем случае. Все до одного удара как будто бы свелось сейчас. Он стал еще более значимым. Еще более фатальным для каждого из них. С одной стороны Тони Джонсон решает, конечно же, свои задачи. В первую очередь пытается пройти дальше в гран-при. Пытается закрыть серию поражений. С другой стороны он встречается с дебютантом лиги. И поэтому сражается Тони как бы и за себя, и за лигу. В определенном смысле все-таки на пятой строчке в тяжах находится Тони Джонсон. И видно, что сейчас он просто ходит за Антоном вот так. Но это очень опасное хождение. Посмотрите, какой шикарный удар. Нет, борьбы здесь тоже не будет. Неплохой спрол от Антона Визигина. Поднимается Тони Джонсон, практически ничего не пропустив. Хай-кик вот так вот. От череповецкого гиганта и джеб затем. Есть, есть попадание. Как будто бы уже ничего не может вот так визуально. Тяжело двигается Визигин, но как он хорош. Вообще полностью опровергает визуальное впечатление. И ногой заряжает. И очень хорошо попадает в голову. Причем точно попадает. Ну что ж, силы стремительно покидают бойцов. При скачке по толстам атаку провести Антон. Еще один джеб. Кормит, кормит. Вангурда переломный момент. Отличный шанс у Визигина перехватить инициативу. Но здесь ищет контратаку явно Тони Джонсон. Искал он ее и в самом начале. И продолжает преследовать, в общем, эту цель. Гнет одну и ту же линию по большому счету. Мимо. Да, контратака в виде тейкдауна или хорошего удара от Тони Джонсона ожидается. Здесь неплохо разрядился, но по защите. Антон Визигин. Да, и получается, что Антон, с одной стороны, делает немногое, но он подобрал удобный для себя темп. Он взрывается на два-три удара. Хорошо здесь. Потом опять берет паузу. А Тони ничего нового не предлагает. Еще один джеб. Туда, куда нужно. Перебивает. А Визигин здесь соперника. И как сейчас на Тоненького действительно уклонялся от этого удара назад. Как Нео из «Матрицы» буквально. Со скидкой на тяжей, конечно. Полторы минуты. И вот так вот по животу. Есть, есть попадание. Тяжело приходится Тони Джонсону. Начинает он отступать. И в этом отрезке Визигин лучше. Немножко заканчался, но вот так эпизодами живут. Восстанавливая силы. Вот здесь неплохая двойка была от Тони Джонсона. Интересно, сожалеет ли Тони Джонсон о том количестве ударов, которые он выбросил в первом раунде, пытаясь добить Визигина. Шаттол. 36 на 86. Пользу Визигина по ударам. Общая статистика. Вообще для тяжей это более чем серьезные цифры. Да, попросту встали напротив друг друга и рубятся вот так. Казалось бы, бесхитростно. Но тоннаж каждого удара очень высокий. И просто распределяют силы на дистанцию. Парни вот здесь неплохо попал. Почувствовал Визигину. Пока спокойно перебивает Антон. Антони Джонсона. Вот именно в этом раунде. И опять же слева точно. Там голова каждый раз слегка отлетает. О, Антони. Есть еще одно попадание. Ну, этот раунд однозначно за череповецким парнем. Ждем раунд по номерам 3. И. Тяжело возвращается в свой угол Антон Визигин. Садится, плюхается на табуретку Тони Джонсон. Но сейчас уже психологическое преимущество на стороне Антона. Он сумел пережить эту бурю. В первом отрезке переломил ход боя во втором. Троечка. Левый боковой, правый прямой, левый боковой. Побей троечку. Через руку помогает. Положите. Два. Цифры вашему вниманию в том числе. Жестко, жестко начинка. В углу сейчас подсказывали Визигину работать серийно. Через боковые. В некоторых моментах на грани фола работаешь. Повнимательнее. Сейчас я думаю, что вы тоже слышите. Волъевич делает замечание Антону Визигину за тот, ну, очень опасный эпизод, который сложился. Который мог, в принципе, потенциально покоронить вообще весь этот поединок. И это четвертьфинал. Да, на бой в голову там было очень опасно. Лоу-кик на старте. Насколько сумел восстановиться Тони Джонсон. Подставляет руки под удары Тони Джонсон. Да, вот так сразу по корпусу начал работать Визигин. Вспомнил про лоу-кик. И здесь очень опасно, очень близко проходит этот апперкот. Пытается зайти в борьбу, но не получается. Это сделано Тони Джонсона. Еще один удар, но пробить корпус Тони очень сложно. Непростая задача. Есть проблема с экипировкой у Тони. Нужно вставить обратно перчатку, вернее, палец в эту перчатку. И можно продолжать. Есть попадание коротко и точно от Визигина. Может быть, без особенного вложения. Здорово обманул. Требует активных действий от Антона Визигина. Зрители, собравшиеся здесь на КСК-арене. Прессингует при этом Тони. Правый снизу не доходит до цели. Тянется. Уже, в свою очередь, Тони Джонсон. Не достает. Хорошо перемещается Антон Визигин. Разноэтажно. Наконец-то оживился Антон. Провел хорошую атаку. Еще один удар зацепил голову соперника. Прочувствовал, прочувствовал. Это Тони сразу отошел. Вдруг, правда, придется считать очки. Потому что сил-то все меньше. Судя по всему, парни готовы на всю дистанцию. Вот так мы ожидали и планировали как-то в своих разговорах о том, что этот бой может закончиться и должен. Будто бы досрочно. Но, вопреки всему, мы видим уже практически ватар самого боя. Еще одна атака. Но нет, нет сил на второй темп у Антона Визигина. Джеб втыкает тут же назад. И вот здесь очень опасно, но хорошо корпусом работает Тони Джонсон. Есть, кстати, проблемы возле правого глаза. Там хорошенечко настрелял уже Визигин. Ну и постоянно ведется работа по замедлению. Соперника Тони рассчитывает на свою такую хитрость. И заход в борьбу докрутит ли? Да, это получается. Докручивает. И две минуты до конца третьего раунда середина поединка. Давайте отметим этот момент, что борьба Тони Джонсона первый раз прошла именно здесь. Диагональный контроль. Хавгард. Видели мы уже очень опасный эпизод в исполнении Джонсона. Я думаю, сейчас он как бульдог будет хвататься за эту возможность, чтобы удосрочить оппонента. Пытается улучшить позицию. Антон Визигин. Как хорошо защищается. Придерживает вот этот опасный локоть. Вот там подключил уже правую руку Тони Джонсон. И широко расставил ноги и колени Тони. Пока он не собирается переводить правую ногу на полный маунт. Будет работать отсюда с сохранением контроля. Ему очень важно максимальное количество килограммов сверху наваливать на соперника. Восстанавливается Гард. Визигин защищается. И защищается в целом пока успешно. Если только не будет совать вот сейчас пальцы Тони Джонсон в глаза и в лицо в целом. Корпус голова. Тони Джонсону необходимы удары. Необходимы точные попадания. Потому что по очкам он скорее всего проигрывает третий раунд. Но это пока. Свобождает левую руку Джонсон. Правый рубит по корпусу. И ищет конечно этот локоть, который может все закончить. Еще по корпусу. Вот как раз представляя Тони Джонсона, вспоминал я поединок 2018 года, когда Александр Емельяненко сражался с Тони в рамках Лиги WFC. И тогда как раз Емельяненко здорово начал. Пробивал в стойке, забрал. Начал встреча. Потом Тони навязал борьбу. И в итоге была ничья. Ну что, вот только сейчас садятся на табуретке оба бойца. Восстанавливают сейчас активно Тони Джонсона. В общем-то, наверное, одинаково тяжело, но по-разному дышат и Антон Визиген, и Тони Джонсон. Но Катманы работают активнее в углу у Тони Джонсона. Но объективно, вот, просто даже по подборке, если посмотреть, она прилетала достаточно. А вот этот эпизод как раз законтролировал Тони Джонсона, но опять же без критического урона. То есть это работа, да, на доминирование, это работа на то, чтобы попытаться забрать раунд в полный порядок. Четвертый раунд, кто бы мог подумать, что он вообще начнется. Понятно, что здесь все может идти до одной единственной ошибки. Джеба пока от Визигина. Постреливает Джебом Тони. Немножко отходит назад. Здесь меньше будет активности и больше взрывов. Опять же таких коротких, но потенциально он менее опасный. Попал там Тони Джонсон. Здесь пытается опять навязать борьбу. И вот так вот аккуратненько выбегает, словно пританцовывая Антон Визигин. Сбивает удары Тони Джонсон. Очень хорошо видит. А вот здесь. Ой, зря. Накрывает сверху Тони Джонсона. Ну нет, молодец, Антон. Вовремя собрался и сразу же оказался на своих двоих. Готовит колено, возможно, Тони Джонсон. Да, прихватывает так по-тайски за шею, но нет. Колено нет и никто здесь тратить силы просто так не собирается. Все максимально выверено и уже тяжелее становится дышать Тони Джонсон. Битва за кислород началась уже давно. Но кто выиграет, ночь кипоксии. Просто стоят. Набрасывая удары, сильно, сильно замедлились. Вот сейчас в четвертом раунде это особенно видно. Просто дают друг другу выдохнуть будто, чтобы потом опять порубиться. Но все-таки, Ром, не будем забывать, при всех этих моментах больше выбрасывает, да и больше попадает. Все-таки Антон Визигин, вот они, цифры 147 на 50. Это суммарно по всему поединку в пользу Антона. Разница действительно большая. Здесь достает Джонсон. Хорошее попадание, возможно, лучшее попадание от Тони в четвертом раунде. Пока. Есть, пошатнулось слегка Тони Джонсона. Но сколько мы таких эпизодов видели уже на протяжении поединка. Идет вперед Тони. Начиная с джеба. По большому счету было два опасных эпизода пока в этом бою. Ну, один очень опасный в первом раунде, да, когда Тони чуть не выиграл досрочно. И борьба в предыдущем отрезке. Кладывается в последнее время в свои удары Антон Визигин. Еще одна попытка побороться. Видно, что долго ее, в общем-то, подготавливал и себя, в первую очередь, подготавливал Тони Джонсон. Давненько мы не видели удары ногами, удары с вращением. Классическим образом работает и Антон, и Тони. Правый снизу, левый прямой. Отогнал от себя Джонсона Визигин. Ну, это, конечно, тяжелейший бой. И вот в такой форме находясь, выходя в следующий раунд на Гончарова, очень большие вопросы вызывает. Да, интересно, каким настроением смотрит этот бой Евгений. Есть! Правый прямой. Выдержал, выдержал пока Тони. И еще раз выдержал. И вновь пытается побороться. Опять пауза, минута. Еще ракурс с нашей комментаторской позиции позволял подследить просто эту самонаводящуюся правую руку, и которая опять продолжает работать в Визиге. Все идет к тому, что Антон выигрывает по очкам. Причем и второй, и третий, и четвертый раунд. Да, уже совсем опустил руки в какой-то момент Антон. Еще через руку. Очень хорошая двойка. Еще раз слева. Пятится Джонсон. Такого мы еще не видели. Есть! И выходит, выходит из-под атаки. Нельзя оставаться здесь на длительное время. Иначе можно упасть. Такое ощущение, что второе дыхание у Антона Визигина открылось, и закрываться не собирается. А вот у Тони с этим явные проблемы. И есть еще один удар, и все, последний перерыв сейчас начнется. Ну и рискно предположить, что раунд выигран вчистую. Вот после первого раунда перекинулся я буквально парой в раз с Артуром Шайховым, человеком, который является одним из судей на данном турнире. И после первого раунда, я повторяю, он сказал выиграть Визигин. Посмотрим, посмотрим. Ну, действительно, первый раунд точно остался за американским бойцом, а затем Антон постепенно-постепенно реабилитировался. Эмоциональную накачку получает Антон Визигин. Стряхнул руки. Там пока еще колдует немножко над лицом Тони Джонсона. И наступает решающий момент в этом увлекательнейшем противостоянии. Так, смотрим, пятый, решающий раунд. Джеб. Вполне возможно, что раунд-то и решающий, об этом тоже немного так подзабыли. Потому что он, наверное, стоит 2-2. Третий раунд все-таки был довольно близким. Там была борьба, да, у Тони, который он тоже наносил ущерб. Сейчас, кстати, добавил в движение Визигин. Действительно, как будто какое-то волшебное зелье. Как будто бы принял, а вот здесь теперь принимает размен, который навязывает ему Тони Джонса. Здесь получается 1-1. Удар в пах, удар в пах. Да, здесь будет пауза. Докральный угол должен отправиться Тони Джонсон. Сказал тренер сейчас Тони Джонсона, take your time, что значит, спокойно используй все время, которое у тебя есть. Не спеши. Удар-то получается кулаком в пах, а не ногой. Нет-нет-нет, там немножко неуклюже ударил Антон Газигин и попал. Но, в общем-то, не тянет здесь резину, выражаясь простым языком. Тони Джонсон восстановился и готов дальше. И опять пропускает. Все то же самое. Выпадает Капа. Капа вылетела, да. Справа попал Тони Джонсона. Аккуратно начинает опять пессинговать Антон Визигин. По корпусу. Еще раз. Попал Антон, тут же уходил с линии атаки. Неудачно, но здесь пока Нико ни разу не пропустил. Еще слева и тяжело. Вновь попадает. Кто лучше здесь будет, застаивается Визигин. И все-таки неплохую атаку провел Тони Джонсон. Точных ударов мы с вами увидели не так много. Ва-банк, мне кажется, начинает идти Тони Джонсон, выкручивая обороты на полную мощность. И то же самое делает Антон. Уже сейчас понятно, что этот бой оправдал все ожидания и даже больше. И опроверг многие прогнозы, что самое любопытное. Но еще есть время. Да, до сих пор не все ясно в этом противостоянии. Хочется верить, что Антон ведет по очкам. Ну, а еще раз скажу, возможно, и 2-2 по раундам перед пятым. Что здесь? Полраунда. Через руку попадает Антон. Каждый удар нужно считать. Ударом ногами 23 на 1. Да, такая красноречивая статистика. Но лоу-кики были в первом раунде у Визигина в большом количестве. Ищет, ищет. Здесь возможность порубиться Тони Джонсон, но большая часть, конечно, пока пропускает. И хорошее попадание. Правый снизу. Просто залетел куда нужно. Пока самый яркий эпизод. В пятом раунде. Исключительно на морально волевых продолжают сражаться парни. Преследует, преследует сейчас Тони Джонсон. Еще один удар. Постоянные качели. Неплохие эпизоды выдает Антон Визигин. Отстреливает, работая вторым номером. И делает это очень успешно. Ну, а Тони пропускает удары, продолжает движение вперед. И пытается прибрать инициативу в очередной раз своим рукам. Еще одно точное попадание от Визигина. Минута. Последняя минута этого боя. Драма на исходе. Включается Тони Джонсон. И видно, что ему нужно время, чтобы восстановиться. Не знаю, как вам, уважаемые любители единоборств, но для меня это пока бой вечера. Очень, очень напряженный, тяжелый поединок. 30 секунд с лишним. Смотрим. И еще двойку выбрасывает Визигин. И боковым завершает комбинацию. Еще один удар. 20 секунд. Все. Нужно уже выкладывать все, что есть. Справа, слева. Идет вперед. Идут по времени. Череповецкого гиганта. Есть еще одно попадание. Идет, идет вперед. Зарубились на ползаньях секундах. Фронтки. Еще один удар. Все. Спасибо большое парни за этот бой. Тони Джонсон, Антон Визигин. Один из лучших боев 2023 года. Зафиксируем. Антон Визигин. Пережил настоящий шторм в первом раунде. Кстати говоря, там же и восьмерку могли поставить. Это тоже нужно учитывать. Очень конкурентный бой. Тони Джонсон оказался просто в невероятной форме. И лишний раз доказал, что он не случайно здесь. Он не случайно в AC. Он не случайно в гран-при и на пятой строчке рейтинга. Повисает пауза. Переживают бойцы, переживают тренеры, переживают зрители в зале. Александр Загорский начинает движение к клетке. Итак, внимательно слушаем Белого Скорпиона. Дамы и господа, прежде чем будет озвучен зудейский вердикт, аплодисменты обоим бойцам. И так по завершении четверть финала в тяжелом весе, обратимся к судейским запискам. Судьи один, два, три и четыре одинаково оценили поединок 48-47. И судья номер пять, Джордж пять, сорок девять, сорок шесть. Таким образом, единогласным решением судей одержал победу и отправляется в полуфинал гран-при тяжелого веса. Поздравляем Антона Везигина и с дебютом, и с проходом по полуфиналу Гран-при. Потрясающий бой. Поздравляю тебя с этой победой. И можно ли считать, что это пока на данный момент один из самых сложных боев за всю твою карьеру? Я скажу так, это первый мой пятираундовый поединок после более чем двухгодовалого простоя. Если честно, в последнем месяце я просто представлял, как я его рублю в первом раунде. Но, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Но я рад победе в любом случае. Благодаря вашей поддержке огромное спасибо, что пришли за меня поболеть. Это очень сыграло, Саня, братан. И это благодаря тебе тоже. В общем, долго говорить не буду. Скажу самое главное. А именно, слова благодарности. В первую очередь, мой руководитель на моей самой лучшей работе, Дмитрий Викторович, вам огромный респект за лояльность. Это наша общая победа. Если бы не вы, меня бы сейчас здесь не было. Я отвечаю. Огромнейшая благодарность моему тренеру Коршунову Сергею Игоревичу. Он меня ведет как с первого же дня я к нему пришел, так и по сей день мы с ним вместе идем. Кто бы нам что ни делал, какие палки в колеса не вставлял, мы все равно вместе. Так будет всегда. Огромнейшая благодарность Коршунову Александру Игоревичу приезжаю на сборы. Встречаю как родного всегда. Респект. Благодарность всем пацанам Череповца с Питера, кто помогал готовиться. Огромнейшее спасибо. Это наша общая победа. Обещаю, в следующий раз, следующие бои будут жестче. Их более короткие. Обещаю. Антон, напоследок вопрос. Как ты помнишь, я тебе уже говорил в интервью, Евгений обещал размазать обоих, но Тони, наверное, уже уедет в Соединенные Штаты. А ты проходишь именно как раз на Евгения Гончарова. Сейчас уже можно с уверенностью говорить. До этого ты чуть сдержанно реагировал. Что ты скажешь сейчас? Я сейчас сдержанно буду реагировать. Собаки лают, караван идет. Женя, будь готов. Тогда мы с нетерпением ждем тебя в следующей стадии. Ваши аплодисменты победителю!